Беседа 67, 21-12 И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из камни продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Об этом говорит Иоанн, только говорит в начале Евангелия, а Матфей в конце. Поэтому вероятно, что так случилось два раза, и при том в разное время. Это видно и из обстоятельств времени, и из ответа Иудеев Иисусу. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праздник Пасхи, а у Матфея задолго до Пасхи. Там говорят иудеи, «Какое знамение дашь нам?» А здесь молчат, хотя Христос и укорил их. Молчат, потому что все уже дивились Ему. Тем большего достойно обвинения иудеи, что Христос не один раз делал это, а они все еще не переставали торговать в храме и называли Христа противником Божиим, тогда как и отсюда должны были видеть честь, воздаваемую им Отцу, и собственное Его могущество. Они видели, как Он и чудеса творил, и как слова Его согласны с делами Его, но они не убеждались этим, а негодовали, несмотря и на то, что слышали пророка, говорящего об этом, и отроков, неполитам своим, прославлявших Иисуса. Потом, потому Он, обличая их, приводит слова пророка Исаия, «Дом мой, дому молитвы наречется». И не этим только показывает Христос свою власть, но и тем, что исцеляет различные болезни. Приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их, и здесь Он являет Свою силу и могущество. Но иудеи не трогались и этим, но, видя и последние чудеса Его, и слыша отроков, прославляющих Его, сильно негодовали и говорили Ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Христу лучше бы надлежало сказать им, «Слышите ли, что они говорят? Ведь отроки воспевали Его, как Бога. Что же Христос? Так как иудеи противоречили столь очевидным знамениям, то Христос, чтобы сильнее обличить их и вместе исправить их, говорит, «Не читали ли?» И хорошо Он сказал «из уст», так как слова их происходили не от разума их, но Его же сила двигала несовершенным еще языком их». Это изображало также язычников, которые прежде не модствовали, но потом вдруг начинали вещать великие истины убедительной с верою и вместе немало утешало апостолов. Именно чтобы апостолы не сомневались, как они, будучи людьми простыми, необразованными, могут проповедовать народам. Отроки наперед истребили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду, что тот, кто научил отроков прославить Господа, сделает и их красноречивыми. Это чудо показывало также, что Он есть Господь природы. Дети, еще не достигшие зрелого возраста, вещали великое и достойное небо, а мужи говорили слова, исполненные всякого безумия. Такова-то злоба. Итак, поскольку много было причин, от которых раздражались иудеи, например, толпы народа и знания из храма торгующих, чудеса, пение отроков, то Христос опять оставляет их, чтобы утишить их гнев, и не хочет предлагать им своего учения, чтобы они, снедаемой завистью, не пришли еще в большее негодование от Его слов. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не нашел на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Почему же он алчет утром? Уступая требованиям плоти, он этим показывает немощь ее. Другой евангелист говорит, что еще не пришло время, Марк 11, 13. И если же не пришло еще время собирания смоков, то как же этот другой евангелист говорит, чтобы найти плод на ней, подошел? Очевидно, это сказано евангелистам, потому что так думали ученики, которые еще не были совершенными. Евангелисты часто излагают мысли учеников. И не только это думали ученики, но и то, что смоковница проклята, потому что на ней нет плодов. Итак, для чего же смоковница проклята? Ради учеников, именно чтобы их ободрить. Так как Христос всегда благодетельствовал и никогда не наказывал, между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия и отмщения, чтобы и ученики иудеи узнали, что он хотя и мог иссушить, подобно смоковнице своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то он и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением. И так, когда подобное случается или с какими-либо местами, или с растениями, или с бессловесными животными, то не любопытствуй, не говори, если еще не наступило время собирания плодов со смоковницы, то правосудно ли она иссушена? Такие слова крайне безрассудны. Лучше взирай на чудо и девись и прославляй чудодействующего. Так многие и судят о потоплении свиней, отыскивая здесь причину правосудия. Но и в этом случае не должно их слушать. Как растения бездушны, так и животные, без разума. И так, почему дан такой вид делу? И почему это именно причина проклятия? Это, как я уже и прежде сказал, описано евангелистам так, как думали ученики. Если же не настало еще время собирания плодов, то напрасно, некоторые говорят, будто под смоковницей изображается закон. Плодом закона была вера. И этот плод закон уже принес. И время собирать этот плод. Тогда уже наступило. Нивы, сказано, уже побелели. И время жатвы. И я послал вас жать, над чем вы не трудились. 683. Итак, здесь не указывается на закон, но, как я уже сказал, Христос, проклиная смоковницу, представляет этим доказательство своей силы и власти к отмщению. И это видно именно его из слов, ибо не пришло время. Слова эти показывают, что Христос подошел к смоковнице с особым намерением. Не для того, чтобы утолить голод, но ради учеников, которые весьма удивились тому, что смоковница засохла. Хотя много было чудес и важнее этого. Но для учеников, как я сказал, такое чудо было новым и неожиданным, потому что Христос в первый еще раз показал свое правосудие и отмщение. Поэтому Господь сотворил чудо не над другим каким-либо деревом, но над смоковницей, деревом, которое сочнее всех. Так что чудо показалось от этого еще более необыкновенным. Но чтобы ты знал, что это сделано ради учеников, именно для ободрения их, выслушай следующие слова. Что Христос говорит? Вы и больше чудеса сделаете, если будете иметь веру, соединенную с молитвой и упованием. Видишь ли, что все для учеников было сделано, чтобы они не страшились и не трепетали вражеских козней. Потому и в другой раз повторяет тоже, чтобы утвердить их в вере и молитве. Не только это сделайте, говорит Он, но силою веры и молитвы и горы будете переставлять, и творить другие еще больше чудеса. Между тем гордые надменные иудеи, желая прервать беседу с учениками, подошли к нему с вопросом. И сказали, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Так как иудеи не могли унизить его чудес, то выставляют ему поступок его в храме, с торжниками. Подобный вопрос предложили они и у евангелиста Иоанна, хотя не теми же словами, в том же смысле. Они там говорили, «Какое дашь нам знамение, что можешь сие делать?» Там Христос отвечал им, «Разрушьте храм сия, в три дня воздвигну его». А здесь он приводит их в крайнее затруднение. Отсюда очевидно, что случай, описываемый Иоанном, был в начале служения Иисуса, когда он только что начал творить чудеса, и описываемый Матфеем, был при конце его служения. Смысл же вопроса иудеев был такой, «Получил ли ты кафедру учительскую или рукоположенного священника, что выказываешь такую власть?» Хотя Христос ничего не сделал, чтобы показывала гордость, а только проявил заботу о благочинении церковном. Однако иудеи, не имея совершенно ничего сказать против Иисуса, ставят ему в вину и это. Впрочем, по причине чудес они не смели ничего сказать ему в то время, когда он изгнал творжников из храма, но укоряет его уже после, когда увидели его. Что же Христос? Он непрямо отвечает на их вопросы, показывая тем, что они могли знать о его власть, если бы захотели. Но сам спрашивает их, говоря, крещение Иоанна откуда было, с небес или от человеков? Но как это относится к делу, спросишь ты? И очень. Если бы они сказали с небес, он отвечал бы им, почему же вы не веровали ему? Потому что если бы верили, то и не спросили бы об этом, так как о нем говорил Иоанн, и они достойны развязать ремень обуви его. И еще. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И сей есть Сын Божий. И еще. Грядущий свыше и есть выше всех. И опять лопата в руке его. И он очистит гумно свое. Поэтому если бы иудеи поверили Иоанну, то не было бы никакого затруднения для них знать, какой властью Христос делает это. Далее. Так как иудеи с лукавством отвечали ему, не знаем, то Христос не сказал им, и я не знаю, но что, и я не скажу вам. Если бы они самом деле не знали, то надлежало бы научить их. Но так как они поступали лукаво, то Христос справедливо ничего не отвечает им. Почему же иудеи не сказали, что крещение Иоанна было от человеков? Боялись народа, сказано. Виде ли развращение сердца? Богом всюду пренебрегают, а для людей все делают. И Иоанна боялись ради людей, и уважая святого мужа, не ради него самого, но ради народа. Ради народа они не хотели веровать в Иисуса Христа. И вот где источник всех зол для них. Далее. Но, как вам кажется, у одного человека было два сына, и он подошел к первому и сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаившись, пошел. И подошел к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю Отца. Говорят Ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие. Христос опять притчами обречает иудеев, намекая как на неповиновение их, так и на покорность отверженных прежде язычников. Здесь под двумя сыновьями, разумеется, то, что случилось с язычниками и иудеями. Первые, не давая обещания в послушании, не слышат закона, самым делом оказывали повиновение, а последние хотя говорили, все, что скажет Бог, сделаем и послушаем. Исход 19.8. На деле не оказывали покорности закону. Поэтому, чтобы иудеи не подумали, что закон приносит им пользу, Христос показывает, что это то самое, и осуждает их. Согласно с этим говорит и Павел. Не слушатели закона оправданы перед Богом, но исполнители закона, они оправдываются. Поэтому, для того, чтобы иудеи осудили сами себя, Спаситель заставляет их самих произнести приговор. Так же точно он делает и следующие притчи о винограде. 685. Здесь Христос заставляет иудеев также осудить самих себя в другом лице. Так как они не хотели прямо осознать о своей вине, то Христос в притче доводит их до предположенной цели. Когда же они, не понимая цели притчи, произнесли приговор, тогда он уже открывает им самый смысл в притче и говорит, «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему. А мы, тари блудницы, поверили Ему. Вы, заявидевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Если бы Он просто сказал, «Блудницы, прежде вас войдут в Царствие Божие», то Его слова показались бы им тяжкими. Но теперь, когда сами они объявили свое мнение, то слова Его для них кажутся не так тяжкими. Для этого же Он приводит и причину. Какую же? «Пришел Иоанн, — говорит Он к вам, — а не к ним, и при том путем праведным. Вы не можете обвинять Его как человека нерадивого и бесполезного. Он вел жизнь безукоризненную и имел большую попечительность, и однако вы не послушали Его. После этого следует другое осуждение, то есть, что мытари уверовали. Затем еще обвинение именно. Вы даже и после них не поверили Ему, а это вам надлежало сделать прежде мытарей. То же, что вы не сделали этого, даже и после них не заслуживает никакого прощения. И потому мытарям большая похвала, а вам — осуждение. Иоанн пришел к вам, и вы не приняли его. Он не приходил к мытарям, и они приняли его. А вы не вразумились их примером. Заметь, как много доказательств является к похвале мытарей и осуждении иудеев. К вам пришел Иоанн, — говорит он. Они к ним. Вы не поверили. Это их не соблазнило. Они поверили. Это вам не принесло пользы. Слова же предваряют, не потому сказано, что иудеи последуют мытарям, но что и они, если захотят, могут войти в Царствие Божие. Подлинно. Ничто так не возбуждает грубых людей, как ревность. Поэтому Христос всегда говорит, последние будут первыми и первые последними. Для того и представляет он, в пример, блудниц и мытари, чтобы иудеи возревновали. Грех блудниц и грех мытари — два величайшие греха, происходящие от грубой любви. В первом случае — к телу, в последнем — к деньгам. Притом Христос научает, что верить Иоанну значит истинно повиноваться закону Божию. Итак, блудницы входят в Царствие Божие не по одной благодати, но и по правде, потому что входят они не как уже блудницы, но как послушные, верующие, чистые, переменившиеся. Видишь ли, как Христос сперва притчей, а потом указанием на блудниц делает слово свое не столь тяжким для иудеев, а между тем весьма сильным. Он не вдруг сказал им, почему вы не поверили Иоанну, но что было гораздо поразительнее, сперва указывает на мытари и блудниц, а потом уже говорит это, самыми делами доказывая, что иудеи были недостойны прощения и показывая, что они делают все из боязни к людям и ради суетной славы. Действительно, они и во Христа не веровали из-за страха, чтобы не быть отлученными от синагоги. Равные Иоанна не осмелились охуждать, не по благочестию, но также по страху. Обличив иудеев во всем этом, Христос наконец наносит им самый тяжкий удар, говоря, «Но вы и видели, и не раскаялись, и не поверили ему. Худо не делать доброго в самом начале, но еще больше в осуждении достоин тот, кто и после не исправляется». Это особенно делает многих нечестивыми. Я даже и теперь вижу, как то же самое случается с некоторыми по причине крайнего их жестокосердия. Но пусть никто не будет таким бесчувственным, и если бы даже кто впал в величайшее нечестие, пусть и тогда не отчаивается в своем исправлении. Ликовуйте из самой глубокой бездны нечестия. Или вы не слыхали, как одна блудница, превосходящая всех своим распустом, после превзошла всех благочестием. Не о евангельской блуднице я говорю, но о той, которая на нашем веку была в финикийском городе, в самом беззаконном. Эта блудница была некогда и у нас, считалась первой актрисой в театре. И имея ее повсюду, имя было известно. И не в нашем только городе, но даже у киликийцев и Каппадокиян. Она многих разорила, многих пустила сиротами, многие даже подозревали ее в чародействе, будто она завлекала в своей сети не только красотой телесной, но и колдовством. Эта блудница превстила даже брата царицы. Так велика была ее сила. Но вдруг, не знаю каким образом, только знаю верно, она добровольно переменилась, привлекла на себя благодать Божию, презрела все прежнее и, бросив дьявольское очарование, прибегла к небу. И хотя не было никого бесстыднее ее, когда она была на сцене, однако после она многих превзошла своим великим целомудрием. И одетая во вретище, она подвязалась так всю свою жизнь. И когда начальник города по научению некоторых людей хотел возвратить ее на сцену, то постные им воины с оружием не могли привезти ее назад и взять от дев, которые приняли ее к себе. У достойной неизреченных тайн, явив ревность достойной благодати, она кончила жизнь, омытая от всех грехов и после крещения являла уже великое благочестие. Она даже не хотела взглянуть на прежних своих приятелей, приходивших к ней и заключившись в уединении, многие годы провела как бы в темнице. Так первые будут последними и последние первыми. Так нам нужно быть всегда ревностными, и тогда ничего не воспрепятствует сделать нам великими и дивными, в 687. Итак, никакой грешник не должен отчаиваться, равно как и добродетельный человек не должен предаваться беспечности. И пусть последний не надеется на себя, так как может случиться и очень часто случается, что блудница предварит его, равный грешник пусть не отчаивается, и ему еще возможно превзойти даже первых. Послушай, что говорит Бог в Иерусалиме? «Когда вы прелюбодействовали, то я говорил, обратитесь ко мне, и не обратились». Иеремия 3, 7. «Когда мы с пламенной любовью обращаемся к Богу, то Он не поминает прежних наших грехов. Бог никак человек, Он не укоряет уже в том, что прошло. И когда мы раскаиваемся, не говорит нам, для чего вы столько времени удалялись от меня, но уже любит нас, когда мы приходим к Нему, если только приходим к Нему, как должно. Итак, соединимся с Господом пламенной любовью, пригвозим к страху Его сердца наши. Примеры подобного рода можно видеть не только в Новом, но и в Ветхом Завете. Кто был хуже монастей? Но он смог умилостивить Бога. Кто был счастливее Соломона? Но он, предавшись беспечности, пал. Я могу даже показать и то, и другое в одном лице, именно в лице Соломона. Он был одобродетелен и грешен. Кто был блаженнее Иуды? Но он сделался предателем. Кто был хуже Матфея? Но он сделался евангелистом. Кто был более достоин сожалений, как не Павел? Но он сделался апостолом. Кто был ревностнее Симона? Но и он сделался несчастнее всех. Сколько можно видеть и других примеров подобных перемен, бывших и в древние времена, и ныне случающихся каждый день? Поэтому-то я и говорю, что не тот, кто играет на сцене, не должен отчаиваться. Не тот, кто остается верным сыном церкви, не должен быть самонадеянным. Господь говорит последнему, кто думает, стоит, берегившись, чтобы не пасть. А первому, разве падающий не может стать, Иеремия 84? Еще. Укрепите ослабевшие руки и колено расслабленные. Бодрствуйте, говорит он опять благочестивым, а нечестивым. Стань спящий воскресней из мертвых. Одни должны хранить то, что имеют, другие должны приобретать то, чего не имеют. Одни должны сберечь свое здоровье, другие излечиться от болезни, так как много страждут. Но многие больные возвращают себе здоровье, и здоровая при беспеченности впадает в болезнь. Поэтому Господь говорит одним, вот ты здрав, не греши более, чтобы не сделать с тобой чего еще хуже. А другим, хочешь ли быть здоровым, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И подлинно, грех есть тяжкий, очень тяжкий недуг расслабления. И лучше не такой только этот недуг, но нечто еще и более тяжелое. Такой человек не только не делает ничего доброго, но делает еще злое. Впрочем, хотя бы находился ты в этом состоянии, если захочешь несколько восстать, весь недуг твой пройдет. Хотя бы 38 лет ты страдал, если только пожелаешь быть здоровым, ничто не воспрепятствует. И ныне предстоит Христос и говорит, возьми постель твою. Только поимеешь Бога, пожелай восстать и не отчаивайся. Ты не имеешь человека, но имеешь Бога. Ты не имеешь, кто бы опустил тебя в купальню, зато имеешь того, кто и не допустит тебя иметь нужды в купальню. Ты не имеешь, кто бы помог тебе, но зато имеешь того, кто повелевает тебе взять постель. А потому ты и не можешь теперь сказать, когда я прихожу, то другой прежде меня спускается. Если захочешь только сойти на источник, никто не воспрепятствует. Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши. Итак, приступим же теперь. И Рав была блудницей, однако же она спаслась. И разбойник был человекоубийцей, но и он поселился в обителях райских. Иуда, будучи учителем, погиб, а разбойник, будучи на кресте, сделался учеником. Так непостижимы пути Божие. Волхвы угодили Богу. Мытарь сделался евангелистом, гонитель Бога апостолом. 689. Представляет, и никогда не отчаивайся. Но всегда надейся и ободряй самого себя. Спеши только скорее вступить на путь, ведущий на небеса, чтобы не заключены были для тебя двери и не загражден вход. Коротко настоящее время. И труд невелик, но если бы даже он был и велик, то и в таком случае не нужно от него отрекаться. Хотя бы ты не трудился на этом лучшем поприще, поприще покаяния и добродетели, все-таки ты должен трудиться и беседовать в мире иным образом. Если же и здесь, и там нужно трудиться, то почему же не избрать для себя того труда, который приносит и плоды обильные, и награду великую? Впрочем, никак нельзя сравнивать труд для добродетели и труд для мира. В трудах житейских беспрерывные опасности, беспрестанные потери, обманчивая надежда, великое раболепство, и неможение души и тела, трата денег, а между тем плоды наших трудов, даже и в том случае, если они действительно бывают, далеко не соответствуют нашим ожиданиям. Не всегда труды наши в делах житейских приносят плоды. Но положим, что труды наши и не останутся без успеха, но принесут великие плоды. Все же плоды эти будут на короткое время. Труды твои вознаграждены будут под старость твою, когда ты совершенно не силах будешь наслаждаться плодами их. Ты трудишься в светущих летах, а плоды собираешь и наслаждаешься ими старости. Когда сделаешься дряхлом, когда время притупит чувства твои, а если не притупит, то мысль о смерти воспрепятствует наслаждению. Напротив, труды добродетели не таковы. Здесь труды подъемлются в слабом и смертном теле, а награда воздается в теле нетленном и бессмертном, бесконечно пребывающем. Труд предшествует и непродолжителю. А награда после следует и беспредельно, чтобы ты спокойно мог наслаждаться плодами трудов твоих, не опасаясь ничего неприятного. Там не должно страшиться никакой перемены, никакого несчастья, как это бывает здесь. Что это за благо, которые непостоянные, но скоро приходящие, ничтожные, которые исчезают при первом своем появлении, а между тем приобретаются с большим трудом? И как они могут сравниться с теми благами, которые неизменяемы, не стареют, не требуют никакого труда и украшают тебя венцами еще во время подвигов твоих? Тот, кто презирает земные блага, уже в том самом находит для себя награду, что он свободен от беспокойства, ненависти, клеветы, коварства, зависти. Тот, кто ведет жизнь непорочную и честную, еще прежде отшествия из настоящей жизни, увенчивается и утешается, освобождается от всякого бесчестия, посмеяния, опасности, обвинения и от всех других зол. Аминь.